Нашли способ обойтись запреты. Статьи с похожими заголовками появились в разных российских СМИ, причем во многих регионах. Речь о кино, голливудские премьеры вновь появились в афишах наших кинотеатров, правда под знаками киноклубов. Что это значит и можно ли такую игру в кино назвать игрой по правилам? Итак, нас снова сегодня 5. Я Ксения Антропова. Здравствуйте. Правительство окажет дополнительную помощь из федерального бюджета российскому кинематографу, выделят свыше 9 миллиардов рублей, в том числе на создание полнометражных картин, а также на дебютные работы режиссеров, которые только заканчивают обучение в вузах. О том, как чувствует себя киноиндустрия сегодня, особенно если кинотеатры идут на такие крайние меры, как показы голливудских фильмов в не самом лучшем качестве, да еще и, скорее всего, незаконно, об этом поговорим с нашими экспертами. С нами сегодня Сергей Сорочкин, директор компании «Сбывфильм», также Наталья Соколова, историк кино, Юрий Шевченко, начинающий режиссер, и Юлия Киселева, это куратор киноклуба, руководитель пиар-отдела мультицентра контора «Проходство». Всем спасибо большое, что нашли время с нами сегодня пообщаться. И перед тем, как начнем говорить о киноклубах, вернемся к главному вопросу. Сергей Борисович, с вас, наверное, начнем. Как чувствуют себя наши кинотеатры сегодня и вообще индустрия в целом? Ну, сегодня сфера кино отечественного чувствует, особенно кинопоказ, я имею в виду отечественные кинотеатры, чувствуют себя, ну, очень плохо. Ввиду того, что причина здесь одна, это ушло крупное кино, которое приносило большие сборы в кинотеатрах, я имею в виду голливудское мейджорское кино. Но на сегодняшний день уже порядка 25% кинотеатров остановили свою деятельность, так говоря, до лучших времен. Та помощь, которая оказывается на сегодняшний день государством, правительством России, она, наверное, своевременная, но уже несколько запоздала. Ввиду того, что кинотеатрам надо жить сегодня, а крупных проектов на сегодня, которые готовы заменить крупные голливудские продукты, отсутствуют. Ввиду этого сборы резко упали. Что касается кинопроизводства, ну, кинопроизводство всегда поддерживали правительство и молодых, это через Министерство культуры, и крупные проекты через фонд кино. Поэтому сегодня это все увеличено, но результаты их получатся через год. А вот сможет ли выжить кинотеатральные сети этих времен – большие вопросы. И здесь, конечно, правительству надо еще в параллель делать поддержку кинотеатральным сетям, кинотеатрам. Вот появление таких пиратских киноклубов, которые сейчас появляются в афишах наших кинотеатров, мы не говорим о классических, к ней вернемся чуть позже. Вот возрождение таких киноклубов пиратских, насколько это вообще хорошо или плохо для киноиндустрии в целом? Для правобладателя, конечно, это плохо. Это нарушение всех прав, авторского права, во-первых. Представитель, обладатель данных прав, в данном случае на Бэтмена, отсутствует в России и пользуется им, и не делать отчисления. Отчисления не могут делать, потому что с ним никто не заключил договор. Это, конечно, плохо. Вот совсем недавно состоялся в Лас-Вегасе съезд, он всегда проходит в апреле месяце, это съезд кинотеатров всего мира. И там уже было замечено о том, что появилось пиратство в России, и это вызывает у всех, у мирового киносообщества и правобладателей большие вопросы. И я думаю, что все это уже замечено, и когда произойдет возвращение сюда, в Россию, больших компаний, то я думаю, что они это припомнят, и данные кинотеатры вряд ли получат кинопродукцию от этих компаний. В целом, мне кажется, возрождение киноклубов – это не так уж их плохо, если говорить в классическом их понимании. На самом деле, киноклубовское движение, оно достаточно имеет могучую историю. Киноклубы возникли в 20-е годы во многих странах мира, в Европе, и в том числе, конечно, и в Советской России. И вот такой феномен, который совмещал в себе и кинопросвещение, и кинопропаганду, и кинообразование, он даже получил в России такое название, как «Клуб друзей кино». Разумеется, новые в жизни киноклубы начали в период оттепели. Действительно, это были лучшие годы, наверное, в киноклубах. Причем они существовали при кинотеатрах. Это была такая форма альтернативного проката для фильмов, которым давали вторую и третью категории. То есть их не выпускали на большой экран, на самые крупные экраны. Если посмотреть, ну, офисы фильмов, то есть те фильмы, которые занимали первые места в прокате за всю историю кинопроката в Советском Союзе, то в лидерах, конечно, среди советских фильмов «Пираты XX века» – это известный факт, а среди зарубежных фильмов – это мексиканская мелодрама «Есения». А что же делать с такими фильмами, как фильмы Феллини, Бергмана, других выдающихся кинематографистов мира, и даже наше, в общем-то, непростое, сложное, элитарное кино? Вот, собственно, вот такая форма альтернативного проката и была осуществлена в киноклубах, которые работали, как правило, при кинотеатрах. Это была коммерческая форма киноклубов. В чем их было преимущество? Поскольку это были, в общем-то, коммерческие киноклубы, то они могли приглашать создателей фильмов, то есть зрители могли встретиться с создателями фильмов, поговорить с ними. Это было очень, это просто замечательно было. Раньше-то они были созданы, скорее, не для получения денег, а для обмена опытом. Вот, Наталья Павловна, когда в Тюмени были организованы первые киноклубы, и кто были самыми первыми зрителями? Начинается такая, в общем-то, системная история тюменских киноклубов 1976 года, когда был создан киноклуб «Диалог» в зелёном зале кинотеатра «Темп». Его возглавлял Юрий Ефимов. Этот киноклуб работал четыре года. Затем киноклуб в 1982 году перешёл в кинотеатр «Юбилейный». И там несколько вот таких этапов было с 1982 по 1982, потом с 1989 по 1992. Потом же «Диалог» работал в ДК «Строители» уже в середине 90-х годов, в областной научной библиотеке. После, наверное, оттепили киноклубовский бум. В Тюмени возникают киноклубы, прежде всего, при учебных заведениях, высших учебных заведениях, в колледже искусств работал киноклуб. Геннадий Васильевич Вершинин занимался киноклубом. То есть практически каждый ВУЗ, каждое среднепрофессиональное учебное заведение имело свой киноклуб «Нулевые годы». И, собственно, вот я в 2003 году создала киноклуб при Тюменском институте культуры, где я уже к тому времени 5 лет проработала в качестве директора научной библиотеки и в качестве преподавателя кафедры культурологии. На территории мультицентра «Контора пароходства» тоже действует киноклуб. Юля, вот расскажите, как организовываете просмотры и где можно найти информацию, вдруг кто-то захочет прийти и узнать расписание. У нас анонсы выходят, получается, анонсы киноклуба выходят в социальных сетях «Контора пароходства» и моего портала. И также на сайтах этих обеих пространств есть вся информация. Посмотрите, вот, допустим, в мае у нас два киноклуба. Один уже прошел, и второй будет 22 мая. Мы будем смотреть «Новые времена» с Чарли Чаплиным. Дальше на лето мы тоже планируем сделать по два просмотра в месяц. Вообще у нас даже есть идея сделать когда-нибудь нон-стоп. Помните, как раньше это было прикольно, ходить на нон-стопы? Сейчас в кинотеатрах этого я давно не встречала. Вот у нас была идея сделать еще что-то подобное, не знаю, получится или нет, добавлять какие-то акции к этим киноклубам. Поэтому пока что это два просмотра в месяц. Дальше это будет или два, или один, в зависимости от ситуации. Но пока лето, и все хотят какого-то движа, все заряженные, то это точно два в месяц, не меньше. По итогам прошлых встреч, можно ли уже сказать, насколько популярны киноклубы у нас сейчас среди молодежи? И как вообще фильмы выбираете? Основываетесь на их предпочтениях или какой-то фильтр сами организовываете? На самом деле сложно сказать, насколько они популярны. Но вот к нам люди ходят активно, и с каждым разом приходит все больше людей. Поэтому, наверное, это все-таки говорит о том, что людям интересно. Хотя мы смотрим сейчас преимущественно старые фильмы, потому что по закону мы не можем показывать фильмы без авторских прав, которые сняты после 1948 года. И несмотря на это, кажется, что смотреть старое кино – это как-то сложно, и не всегда всем интересно, людей с каждым разом все больше. Поэтому, наверное, это интересно и объединяет. И в то же время мы после фильма всегда обсуждаем то, что мы посмотрели, обмениваемся впечатлениями. В кинотеатре у тебя этой возможности нет. То есть ты можешь прийти на киноклуб даже один, но потом вместе с людьми достаточно много поговорить, пообсуждать. И мне кажется, это важно для людей, обменяться какими-то впечатлениями сразу в процессе, потому что обычно после просмотра фильма у тебя много мыслей, много вопросов. Тебе хочется как-то вот это вот все себе объяснить. И ты обычно в интернет лезешь, что-то мысльешь, а тут ты можешь поговорить с живыми людьми здесь и сейчас, которые тоже только что испытали те же эмоции. Важно отметить, что наш киноклуб, он проходит на базе конторы «Пароходство», но это совместный проект партнерский вместе с моим порталом. Вот мы его запустили в начале этого года. Изначально вообще это был внутренний проект конторы. Мы просто командой смотрели фильмы, любые, которые нам были интересны. А потом к нам пришел портал и сказал, давайте сделаем это вот таким массовым большим событием. И это действительно нашло отклик. Поэтому фильмы мы выбираем на самом деле вместе еще с одним человеком из моего портала, вместе с Димой Колбовым, вместе курируем этот проект. Просто то, что нам кажется более популярным, интересным, таким, у чего высокий рейтинг, хорошие отзывы, может быть, есть Оскары. То есть по каким-то таким критериям мы выбираем на свой вкус пока что и смотрим. Я уже говорила о том, что поддерживать планируют не только уже состоявшихся режиссеров, но и дебютные работы тех ребят, которые только выпустились из вузов. Юра, вот расскажи, ты уже занимался съемками короткометражного кино. Вот с какими проблемами столкнулся и где-то показывали, может быть, как раз в киноклубах твои работы? Давай начнем с того, что мы снимали этот фильм вообще, можно сказать, бесплатно. Команда была собрана из таких, можно сказать, единомышленников. И фильм до сих пор находится в производстве. Почему? Потому что мы его сняли, досняли его в марте и решили показать, то есть когда мы уже смонтировали определенные, провели монтажные работы, мы решили его показать нескольким фокус-группам для того, чтобы получить какую-то обратную связь. И после нескольких показов, вот именно в закрытых таких фокус-группах, мы поняли, что нам не хватает еще одной сцены для того, чтобы, ну, так сказать, полностью раскрыть нашу задумку, задумку, так сказать, сверхзадачу нашего фильма. Очень бы хотелось показать в каком-нибудь из наших кинотеатров, ну, чтобы это было на большом экране, потому что картинка нам нравится, она хорошая, ее можно будет показать на большом экране. Вы задавали вопрос по поводу того, что вот сейчас у нас не будет новых американских фильмов на больших экранах показываться. Но дело в том, что, видите, вообще киноклубы создавались и в мире, и в России, в Советском Союзе, и потом уже в современной России для того, чтобы смотреть трудное кино или другое кино, как я говорю. Я не говорю, что вот это мейнстримное коммерческое американское кино – это плохое кино. Нет, вот. Оно заслуживает интереса, и действительно, вот, зрители очень разные, и предпочтения у них разные. В этом ничего нет плохого. Я не считаю, что элитарное артхаусное кино лучше, чем коммерческое кино. Нет. Оно просто другое кино. Поэтому вот и киноклубы как раз вот восполняли эту нишу. Это был альтернативный прокат для трудного кино. И, собственно, сейчас то же самое происходит. Многие любители кино сейчас сетуют на то, что посмотреть в кинотеатрах нечего. Выход, наверное, как раз киноклубы. Будем возвращаться к старым традициям. Всем спасибо большое, что сегодня присоединились к разговору. Еще больше новостей, напомню, в нашем телеграм-канале. Присоединиться просто. QR-код сейчас на ваших экранах. Сканируйте и подписывайтесь на телеграм-канал Тюменского времени. Это была программа 5. Я Ксения Антропова. До встречи ровно через неделю.